так сейчас попробуем подручными средствами посмотреть как гнут и клапан вот ставим клапан на более-менее ровную поверхность и вот вот видите вот как бы рейкой обшита стенка сейчас молоток сниму и вот эта вот полоска то есть щели между рейками но она тоже более-менее ровная вот я выставляю клапан это конечно можете проверять так можете не проверять но я мне для меня так достаточно вот видите вот это вот головка как правильно выразиться не головка конец стержня ну предположим какое-то имеет расстояние и смотришь на него и начинаешь клапан вот так вот крутить вокруг своей оси и смотришь по отношению вот к этой вот этой щели конец стержня вот я кручу вот видите как он перемещается видите вот этот вот наклон вот на камере может не так видно а без камеры когда четко смотришь в одном положении вот этот вот наклон и наклон вот это щели он меняется когда пор вот видите как ушел клапан вот настолько кривой вставляете чтобы было понятно откуда взялась кривизна вот этот клапан открывался когда перескочили фазы механизма газораспределения растянулась цепь вот клапан задевал вот здесь вот в этом месте поршень видите вот это вот выемка вот эта выемка образовалась вот одна вторая двух клапанов то есть это не заводские это именно во время работы двигателя двигатель еще не глох колотил клапан своей тарелкой колотил по одну поршню и образовались такие вот за счет этого кривизна клапана а вот его видно даже вот крутишь в руках